Всем привет! Меня зовут Евгений Киселёв и вы смотрите мой YouTube-канал. Сегодня пятница, каждую вторую пятницу мы встречаемся на моём канале с Леонидом Гозманом, одним из известных фигур в российской политической эмиграции, в прошлом российским оппозиционным политическим и общественным деятелем. Леонид, привет! Привет! И с прошедшим. Вчера день рождения был, не могу не поздравить ещё раз публично. Большое спасибо! Есть хорошая тема для разговора. Давай. Чубайс написал статью, которая опубликована в журнале «Вопросы экономики». Подписался как независимый исследователь из Великобритании Глазго. Ну, я в экономических материях, честно говоря, не настолько силён, чтобы судить о качестве этой статьи. Она посвящена такому явлению, как институт неплатежей, оказавшей колоссальное влияние на состояние российской экономики в 90-е годы, на её развитие. Но вот известный, уважаемый мной экономист, тоже иностранный агент, и, по-моему, даже в розыск объявленный профессор Чикагского университета Константин Сонин говорит, что очень интересная, хорошая статья толковая. Просто появление этой статьи позволяет мне задать вопрос, а что там Чубайс в Глазго-то делает? Жень, ты будешь смеяться, я понятия не имею. О появлении этой статьи я узнал вот из лент разнообразных, да? Я про это ничего не знал. Почему он решил представиться независимым исследователем с Глазго? Мне совершенно неизвестно. Мы с ним говорили... Не верит, сказал Константин Сергеевич Станиславский, зная близкие твои многолетние отношения с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Если кто не знает, это я скорее обращаюсь к более молодой аудитории, и в том числе украинской аудитории. Анатолий Чубайс был заметным политическим деятелем в России в 90-е годы, одним из отцов экономических реформ, одним из отцов российской приватизации и прочее, и прочее, и прочее. Об этом мы можем по ходу подробнее выговорить, но Леонид Гозман всегда был в его команде. И что же вы теперь расстались насовсем, что даже не знаете... Ну почему? Во-первых, нет. Где он физически, я знаю. Мы с ним вчера говорили, он меня поздравлял с днем рождения, спрашивал, ты где там, и так далее. Глазго не упоминался. Значит, в команде мы были, как бы, ну, понимаешь, виртуально, конечно, да, но я перестал, как бы, работать с ним вот так вот в ежедневном режиме, как это было в течение более 20 лет, где-то году в 14-15, наверное. Мы остались друзьями. Нам, несмотря ни на что, удалось сохранить дружеские отношения, чему мы оба очень рады. Вот. Но подробности, я знаю, где он живет. В 14-15, я прошу прощения, он же еще вроде работал в 14-15 руководителем компании Роснано. Правильно, но я должен был оттуда уйти. Должен был? Да. Что значит, должен был? Ну, вынужден был, да. Я вынужден был оттуда уйти, потому что я вызвал на себя гнев президента Владимира Путина, и мое пребывание в компании на достаточно высокой должности наносило этой компании ущерб, очень сильный. Вот. И я был вынужден уйти, ну, что ж поделось. Это было неизбежно, к сожалению. Вот. Я знаю про Чубай сейчас, я знаю, где он живет, я был у него дома, там, и так далее, да, и он был у меня дома в Берлине. Но я довольно смутно, он мне так только в общем виде рассказывал о проекте, которым он занимается. Вот. И вот появление этой статьи мне совершенно не было известно. Я ее не видел, не читал. Почему он так представился, я не знаю. Вот. Хочу, статью хочу прочитать, мне интересно. Мне всегда интересно, что он пишет, потому что он действительно пишет очень здорово, всегда глубоко и интересно. Ну, он в эмиграции, я так понимаю. Да. Я не спрашиваю, в какой стране, потому что ты все равно не скажешь. Почему? Вот это как раз не тайно, он живет в Израиле. А, все-таки в Израиле? Да. Да. Нет, ну, потому что одно время он говорил, что он не в Израиле, и все это... Ну, он не сразу там оказался, значит. Вот. Нет, по-моему, то, что он в Израиле, он не скрывает. Если бы скрывал, я бы, конечно, не сказал, но, в общем, это довольно широко известно. Угу. А как он относится к происходящему в России и вокруг ее сейчас? Ну, я хочу напомнить всем, что Чубаси единственный из лучших чиновников России, который после начала войны покинул свой пост и уехал. Вот. Я думаю, что... Мне кажется, что этот поступок позволяет сделать вывод о том, как он относится к войне. Но то, что он мне говорил о своем отношении к происходящему в личных беседах, я, естественно, транслировать не могу. Вот. Лучше обратиться прямо к нему. Ну, все предыдущие попытки получить у Анатолия Борисовича интервью закончились ничем. Ну, это не ко мне. Не хочется. Ну, значит, имею право. А почему? Я не комментирую. Я не комментирую поступки других. Стараюсь не комментировать поступки других людей, особенно своих друзей. Угу. Ну, хорошо. Тогда позволь спросить тебя о твоем личном отношении. Чубайс на протяжении многих лет, что называется, до самого конца упорно хранил лояльность Владимиру Путину. Как ты к этому относишься? Мне кажется, что это не совсем правильное определение его поведения, так как я его понимаю. Мне кажется, что он до самого последнего момента предпринимал попытки что-то улучшить, что-то изменить. И ради этого шел на определенные компромиссы. Что было правильно, на что были шансы, на что не было шансов. Это уж другой вопрос совершенно, да. Но задачей было именно изменение в стране или недопущение каких-то изменений в стране и так далее. Задача не была, лояльность или нелояльность. Лояльность или нелояльность были не более чем инструментом. Такая позиция мне понятна. Я сам такой позиции придерживался достаточно долго, года до 2012-2013, когда мне стало наконец понятно, что нет, ничего сделать нельзя, пока власть не сменится, будет только хуже. Но до этого я придерживался той же самой позиции. Теория малых дел? Ну, я бы не сказал, что создание рыночной экономики в России – малое дело. Я бы не назвал это малым делом. Это огромное дело. Ну, послушай, рыночную экономику в России создавали очень многие люди, не один Чубайс. И рыночная экономика в России была создана к началу нулевых годов фактически. Дальше они уже там улучшали, шлифовали, потом стали потихонечку видоизменять до такой степени, что это стала рыночная экономика с колоссальным присутствием в ней государства и государственных корпораций невероятного размера. Это правда. Сориентированных, прежде всего, на военно-промышленный комплекс? Нет, не прежде всего. Нет, не прежде всего. Сориентированное извлечение прибыли для ближайшего круга президента. Вот это была ориентация, а не военно-промышленный комплекс. Мне так кажется. Ну, рыночная экономика, это правда, была создана, прежде всего, была создана в основных вещах к началу нулевых. Чубайс, конечно, был ключевой фигурой, так же, как и Гайдар. Не просто один из многих, а абсолютно ключевой. В нулевые годы мы делали, и вот тут я горжусь, что принимал в этом активное очень участие, мы делали реформу энергетики и сделали ее. Обратите внимание, что с тех пор в России не было энергокризисов. Вообще не было. Не было и все. И не будет никогда. Потому что мы сделали рыночную энергетику. Дальше он пытался сделать нанотехнологии, высокие технологии. Причем это была задача не только техническая, но и политическая, с моей точки зрения. Я ее так видел, работая в Роснано. Дело в том, что если люди работают кувалдой, ну кувалда теперь занятый термин, кайлом, допустим, да, то у них запрос на стакан водки после смены. Если люди работают головой в чистых помещениях и создают высокотехнологичную продукцию, то у них запрос на уважение к себе, на rule of law, на демокрацию и так далее. Роснано открыло более 100 заводов высокотехнологичных на вполне мировом уровне. Вот этим он занимался. Чем он занимался в самые последние годы? Мне это тяжелее сказать, поскольку я ушел из Роснаноя, я перестал как бы с ним работать. Ну, в течение больше 20 лет мы работали в ежедневном режиме абсолютно, да, просто в ежедневном режиме. Общаясь по 10 раз в день по разным вопросам. А потом это прекратилось, мне трудно сказывать, какие задачи были в последние годы. Но закончилось это так, как закончилось. Ты в Испании, я в Германии, он в Израиле. Ну, и это сражение проиграли. Кстати, если говорить о Роснано, то бытует мнение, что в целом его проект был чрезвычайно неудачным. И немалую роль в этом сыграло одно из расследований Навального, которое ты наверняка осмотрел. Да, конечно. Наверное, убитого часа времени Алексей Анатольевич очень подробно и очень язвительно говорил о некоем электронном продукте, который якобы, значит, был одной из вершин деятельности Роснано. Это не так. Проект Роснано очень успешно. Ну, если действительно там 100 заводов построены, которые что-то производят, то, может, действительно там некие успехи идут. Слушай, ну, Навальный и Навальный тогда не до конца разобрался в вопросе. Ну, так получилось. Ничего страшного. Ну, бывает. Это не страшно. А сейчас вообще все уже не важно. Я не понял, чтобы он публично в этом признавался, что был неправ, ошибся. Ну, я не знаю, в чем кто публично признается, но главное, что это сейчас не имеет никакого значения. Навальный в тюрьме, Навальный герой, режим преступный, мы все в эмиграции. Что сейчас вспоминать? Нет, режим преступный, мы все в эмиграции. Ты говоришь это, я признаю, я согласен. Больше того скажу, что мы проиграли, действительно. Мы лузеры, если угодно. Надеюсь, не навсегда. Мы вернемся. А Чубайса я не слышал ни разу. Ну, послушай, Лев. Уговори его с тобой поговорить. Ну, что я могу вообще тебе сказать? Моя фамилия не Чубайс, я за себя говорю. Ну, хорошо. Вот ты лично считаешь, что Чубайс приложил руку к приходу Путина к власти? Нет, я просто знаю, что это не так. Это один из мифов. Это один из мифов. Я знаю, что это миф, что это не соответствует действительности. Детали пускай он сам рассказывает. Я знаю в деталях, как это было. Но я знаю от него. Я знаю не только от него, я знаю от нескольких людей. Вот. Не только от него, конечно. Причем-то я просто при каких-то вещах присутствовал сам. Поэтому я был. Он рассказал бы хотя бы о тех вещах, которые там присутствуют. Нет. Нет. Потому что это задевает интересы других людей. И я там был, так сказать, стоял сбоку. А ключевыми были другие люди. Вот пускай они рассказывают. Это не моя. Не моя тайна. Я до сих пор не рассказываю того, что причем присутствовал в правительстве Гайдара. Потому что я был его советником, а главным был он. Вот что он хотел, то он рассказывал. Что он не хотел рассказать, то ему принадлежит. Ну и все. Ну Гайдара же уже нет с нами. Что же делать-то теперь? И что? Это его наследство. Это предполчение. Если бы Егор как-то внезапно ушел из жизни, будучи премьером, то можно было бы об этом думать. Но Егор после ухода в отставку прожил довольно долго. И что хотел рассказывал. Это принадлежит ему. Вот то, что происходило в закрытой комнате, где был он и его друзья, например. Ну и его сотрудники, потому что он был одновременно. Мне он был и другом, и лидером. Это принадлежит ему. Это не принадлежит мне. Мне так кажется. Ну так, если Чубайс не приложил, как ты утверждаешь, никаких усилий к тому, чтобы Путин пришел к власти, почему он не приложил усилий к тому, чтобы он не пришел к власти? А я разве сказал, что он не приложил этих усилий? Ну Путин же оказался у власти. Ну мало ли кто оказался у власти. А почему ты допустил приход Путина к власти? Это ты допустил или кто? Путин оказался у власти. Почему ты его пропустил? Я пытался этому помешать в силу моих скромных сил и возможностей. Но у тебя не получилось. Но у тебя не получилось. Не получилось. У нас у всех не получилось. У нас у всех не получилось. Не получилось, но... Женя, я не говорил, что Чубайс не пытался этому противодействовать. Я этого не говорил. Это ты сказал. И это тоже неправильно. Но говорить о деталях я все равно не буду. Я готов поспорить. Потому что, например, в моей студии, в программе, которую я вел на канале НТВ в 1999 году, Анатолий Борисович Чубайс в полемике, в открытой публичной дискуссии, то есть это история, которая не за закрытыми дверями происходила, рассказывал Граду и Миру о том, что в Чечне, начиналась Вторая Чеченская война, возрождается Российская армия. И он об этом говорил не случайно, а вполне продуманно. Он тогда выступал в роли апологетов новой Чеченской войны. А Союз правых сил, одним из лидеров, в которых он являлся, тогда шел на выборы в Думу в 1999 году под лозунгом Путина в президенты Кириенко в Думу. Кириенко был тогда лидером Союза правых сил. И это не однофамилия того человека, который сегодня отвечает в администрации президента за внутреннюю политику. Это тот же самый Сергей Кириенко, сам в своей администрации президента, который в том числе отвечает за, если его в последнее время только не отстранили от этой работы, за оккупированные украинские территории. Совершенно правильно. Значит, в тот момент, когда Чубайс говорил о возрождении в Чечне русской армии, Владимир Владимирович Путин был уже, насколько я помню, премьер-министром Российской Федерации и фактически уже президентом. То есть то, что его уже нельзя остановить в этот момент, его можно было остановить до того, как Борис Николаевич назначил его премьером. После того, как Борис Николаевич назначил премьером, он уже стал президентом, де-факто. Это был поезд, который уже пошел по рельсам. Значит, и то, что говорилось тогда, уже не имеет отношения к тому, будет Путин президентом или не будет Путин президентом, он уже президентом. Это уже свершилось. По поводу Союза правых сил. Значит, лозунг Путина президента Киренка Думы действительно был там. Я его не поддерживал, я был членом штаба, я был против этого лозунга на самом деле. Но единственное, чего мы смогли, те, кто думали, как я, смогли добиться, из-за того, что на съезде Союза правых сил было объявлено открытое голосование. Несмотря на этот лозунг, было сказано, что члены Союза правых сил голосуют так, как хотят. Вот. И я не голосовал за Владимира Владимировича, ни я, ни моя жена не голосовали ни разу. И в том числе в 2000 году на первых выборах мы тоже не голосовали. Значит, дальше. Я думаю, что тебе с твоим опытом должно быть понятно, что этот лозунг ничего не изменил. Значит, можно к нему по-разному относиться, я к нему плохо отношусь, к этому лозунгу. Я лично к этому лозунгу, кажется, плохо. Вообще не ко всему, что я делал Союза правых сил, я отношусь хорошо. Понимаешь, по-разному отношусь. Значит, Сергей Владимирович Кириенко, при том, к нему уважение, моим лидером не было никогда. Никогда. Он был... Да, вот он был избран, так сложилось, но он никогда не был моим лидером. Моим лидером был Егор Гайдар. Гайдар был моим лидером, безусловно. Так вот, я полагаю, что наша позиция, которая, возможно, могла быть другой и так далее, наша позиция не могла изменить ничего. Вообще ничего. Ну, мне так кажется. И последнее, что мне кажется, что настойчивые попытки разбираться в том, кто в чём был виноват 25 лет назад, они вообще не сильно конструктивны. Мне так кажется. Почему? Потому что они бессмыслены. Потому что они бессмыслены. Потому что перед нами общий враг сейчас. Общий враг. Реально, да? Враг, который убивает людей каждый день. Каждый день он убивает людей. И украинцев, и наших соотечественников тоже. Ибо я считаю, что все российские граждане, убитые на этой войне, убиты Владимиром Путиным, потому что он эту войну за каким-то хреном начал. Значит, этот враг уничтожает не только Украину, но и Россию. Этот враг лишает России или уже лишил Россию будущего. И так далее. Я вижу, меня это радует, примирение старых врагов сейчас. Вот я вижу это. Как люди, которые были врагами в течение многих лет, говорят, всё, хватит, всё это не имеет никакого значения, пожимают друг другу руки и начинают действовать вместе. И мне кажется, что это совершенно правильная позиция. Ты, кстати говоря, ты, вот я помню, что ты однажды высказался как-то очень хорошо про Альфреда Григорьевича Коха, и при этом сопроводил свои слова тем, что мог ли я, ты, подумать, что я буду о нём хорошо говорить после всего, что было тогда с уничтожением НТВ. Но, тем не менее, ты решил, что в этой ситуации позиция Альфреда Коха по поводу войны, по поводу Путина и так далее важнее, чем то, что было тогда, когда он принимал участие в разгоне НТВ. Я, в общем, приветствую такую твою позицию. Да, я готов эту позицию повторить. Ну, как? Действительно, я действительно закрываю плотно дверь в то прошлое, которое у нас с ним было, в те разногласия, в то противоборство, если угодно, в какие-то обидные слова, которые я готов забыть, которые мы говорили друг другу, почему? Потому что я вижу деятельное участие Альфреда Ренгольдовича Коха в борьбе с путинским режимом. Он на протяжении многих лет, извини за невольный пафос, глаголом жжёт сердца людей. Он каждый день пишет очень хорошие тексты. Да, мне тоже нравятся. В своём Фейсбуке, на тех ресурсах, которые ему доступны. И, кроме того, с ним можно спорить теперь. Он даже признаёт либо свою неправоту, либо свою частичную неправоту, либо какие-то свои ошибки, которые он допускал в прошлом. С ним можно вести диалог. И я готов так же поступать по отношению к любому человеку, который готов признать свои ошибки и более того, деятельным образом их исправлять. Извини, Пазел, ты только что сказал, что Кох даже готов некоторые свои ошибки признавать. А ты закрываешь дверь не в том, что он признал свои ошибки, а в том, что он деятельно борется с режимом. Правильно? Что важнее? Что важнее? Ты что, Кадыров, что ли? Тебе изменения нужны? Нет, Господь с тобой. Ну, качо тогда. Да качо тогда. А Чубайс, повторяю, единственный из высших чиновников, который оставил должность и уехал из страны. Единственный. Не впечатляет. А у меня нет задачи. Прошу, Леонид, ну вот не впечатляет. Жень, у меня нет задачи тебя впечатлить. Если бы он каждый день писал что-то, или хотя бы раз в неделю. Или если бы он сказал, что он не прав, когда говорил про то, что в Чечне возрождается российская армия. Жень, значит, я не он. У меня нет задачи тебя впечатлять по его поводу. И кого-либо впечатлять по его поводу. У меня есть свое к нему отношение. Свое. Оно не меняется в зависимости от того, что говоришь ты, что говорит кто-то еще. Оно не меняется, потому что оно основано на том, что я лично знаю. Я лично знаю. Я лично вижу, как много этот человек сделал для страны и так далее. Тема, которую ты начал, ты ее начал сам. Ты со мной ее не согласовывал. Ты со мной ее не согласовывал. Если ты меня спросил, ты готов обсуждать Чубайса? А ты сказал, нет, не готов. А так сейчас я уже битый час тебе объясняю, что я не готов обсуждать тему Чубайса. А ты все время хочешь, чтобы я что-нибудь по этому поводу сказал. Я больше, чем сказал, я все равно не скажу. Понимаешь, что я знаю из разговоров личных, я все равно не скажу. Понимаешь? Я все равно не скажу, я все равно не присоединюсь к хору тех, кто его поливает. Я все равно этого не сделаю. Потому что я знаю, что они неправы. Понимаешь? Ну, о чем мы говорим? Я не понимаю, на что мы время тратим, честно говоря. Ну, иногда сам процесс разговора бывает. Да, конечно, процесс приятный. И зрителям, которые за ним наблюдают. Да, ради бога. Ради бога. Знаешь, когда один задает вопрос, а другой от них уходит, это тоже чрезвычайно. Я не ухожу. Я не ухожу. Извини, пожалуйста, извини, пожалуйста, я не ухожу. Давай я повторю еще раз свою позицию. Я знаю этого человека. Значительно лучше, чем его знаешь ты. Вот значительно лучше. Я его знаю лучше, чем подавляющее большинство людей на Земле. Значит, он мой друг, мы с ним больше 20 лет работали в ежедневном режиме. Так, это номер раз. Дальше. Я знаю его. Очень высокие, по моей оценке, моральные качества. Очень высокие. Я знаю его как кристально честного человека. Я знаю, что... Я помню прекрасно, как покойный Егор Гайдар говорил, что если бы можно было бы придумать... Если бы придумали единицу измерения дружбы, он бы ее мерил в чубах. От фамилии Чубас. Я его знаю как надежного человека и так далее. Я знаю, что во всех проектах, которые он делал, для него было важно дело, а ни в коем случае не личный... Какая-то личная выгода, личный результат и так далее. Он всегда был готов поставить на карту и свое благополучие, и свою жизнь ради того, что он считал правильным для страны. Вот это я говорю, от этого я не уклоняюсь. Теперь ты мне задаешь вопросы, на которые, чтобы мне ответить, я должен нарушить элементарные моральные нормы и говорить тебе о том, что я знаю из ситуаций, не предназначенных для публичного высказания. Я тебе говорю, я тебе говорю, обратись к нему сам. Ты говоришь, он не хочет со мной говорить. Но если он не хочет с тобой говорить, что я могу сделать? Я здесь при чем? Скажи, пожалуйста. Это он с тобой не хочет говорить? Ну, добейся. Да ни с кем не хочет говорить. Это его право. Это право каждого человека. Ну, так все. Хорошо. Ты считаешь, что я не имею права спросить у тебя о твоем отношении к тезису, который озвучил вам Анатолий Борисович в 99-м году про возрождение российской армии в Чечне? Нет, ты можешь спросить меня про мое отношение, все что угодно. Вот я спросил. А ты говоришь, что это не имело никакого значения. Да нет, значит так, мне этот тезис не нравится, он прозвучал без меня, я опять же узнал о нем, когда он уже прозвучал, вот, значит, и я возражал против него, и говорил, что это неправильно. Вот, а я тебе сказал, не то, что я не хочу отвечать на этот тезис, я тебе сказал, что с моей точки зрения разборы того, кто что сказал 25 лет назад, неконструктивны. И привел тебе пример Коха, с которым ты прекратил вражду, или там противостояние, или как угодно, да, для которого у тебя, конечно, были очень серьезные основания. У тебя как одного из лидеров НТВ, с ним, как одним из ключевых людей, который это НТВ как-то, мягко говоря, преобразовывал, да. Вот, тем не менее, вы согласились, как-то так закрыли двери правильно, правильно сделали, что закрыли двери, мне кажется, да. Вот, и я знаю таких случаев довольно много, они мне кажутся правильными. Вот эти случаи, мне кажется, правильными. А какие еще есть подругие случаи, прости? Не хочу говорить, потому что что-то, я не знаю, что все, что я знаю, доступно публике. Что недоступно публике, это дело этих людей. Но я знаю такие случаи, более того, я такие случаи знаю относительно себя самого, когда с людьми, с которыми у нас были очень напряженные отношения, вот, и даже публичные всякие полемики, вот, сейчас, когда все это началось, мы пожарили друг другу руку и сказали, все, фигня все это, вот, все, мы с одной стороны баррикады, а вот эта тварь с другой. Вот и все. И слава Богу. И я очень рад сказать, что это случилось, мне от этого легче жить. Мне легче жить от того, что какие-то люди, с которыми я был в состоянии такого эмоционального противостояния, теперь я понимаю, что мы с ними вместе и хорошо. Вот так. Ты сказал, что тебе пришлось уйти из Роснана, потому что это создавало проблемы для Роснана. Да. Чубайс тебя не защитил? Не защитил. Каким образом, если тебе пришлось уйти? Спроси его. Защитил. Защитил и очень сильно. И очень сильно. И очень эффективно. И с очень большим риском для себя. Я не буду спрашивать, как это может быть. Потому что есть разные исходы. Есть разные исходы конфликта с президентом Российской Федерации. И увольнение с работы, уход с работы по собственному желанию не является самым страшным исходом. Отнюдь. Были другие. Так, ну, в конечном счете тебе оказалось, пришлось провести сколько месяц за решеткой? Это уже... Это уже много лет произошло. Это уже не было связано с той ситуацией. Ну, та ситуация была началом каким-то. И личного противостояния с Путиным это тогда началось, действительно. Когда он как бы лично меня узнал, не полюбил и так далее. Но та конкретная ситуация могла закончиться... И лично узнал? Он очень бурно среагировал на мой, по-моему, довольно проходной текст, который я пока не считал проходным, о том, что СМЕРШ и СС ничем не отличаются друг от друга, кроме формы. Я это написал в 2013 году. Это вызвало совершенно неожиданный для меня, но очень сильный гнев. Путина. Вот. Тогда была... Государственная дума посвятила мне лично час пленарного заседания. Три комитета Государственной думы получили задание расследовать мою антинародную деятельность. Все телевизионные каналы страны посвятили большие передачи этому вопросу. Ну, в общем, тогда много всего было. Я никак не ожидал такой реакции Путина, поскольку то, что я сказал, было некоторым трюизмом. До меня это говорили наши выдающие соотечественники, такие как Астафьев, Бакланов, Солженицын, кто угодно. Но по всей вероятности... У меня есть слухи, мне объясняли, почему это могло задеть его лично. Я не знаю, правильно это или нет, поэтому неважно. Но это его задело лично очень сильно. И тогда это могло закончиться очень по-разному. И Чубайс сделал абсолютно все для того, чтобы это закончилось с минимальными последствиями для меня. При этом очень сильно рискованно. Ну, что ж. Понятно. Понятно. В общем, меня поражает. Жень, мы потратили всю передачу, по-моему, уже на рассказы о том, что было 15, 20, 25 лет назад. У нас сегодня, сейчас, идет вторая волна мятежа в вооруженных силах. У нас продолжается жуткая война. У нас вообще столько всего происходит. А мы, как, я думаю, когда-то эмигранты в Париже и в Берлине, тогда обсуждаем, прав ли был барон, что он сделал это, а не это. Вот так мы тоже на 70 лет проиграем. Ей-богу. Ну, кто говорил, что прежде чем объединяться, нужно размежеваться? Владимир Ильич. Владимир Ильич, на самом деле, ведь в каком-то смысле был весьма успешным политиком. Он был успешным политическим менеджером. Это верно. Но я как-то не готов идти по его пути. Однако уроки у Ленина на самом деле иногда надо брать. И во всяком случае... Ну, бери. Бери, но без меня. Во всяком случае, мне кажется, что без оценки событий, которые происходили и роли отдельных людей в событиях, которые происходили и 25, и 30, и больше лет назад, мы можем далеко не уйти. Ты знаешь, есть замечательная партия «Яблоко», я говорю замечательная, без иронии. Там очень много достойных людей, безусловно, которые и их лидеры на любое предложение в каком-то делах совместных говорят, нет, вы сначала покайтесь за 90-е. Вот вы сначала скажите, что вы были неправы в 90-е. Вот тогда мы посмотрим, можно с вами делать или нет. Ну, такая позиция тоже есть. Я даже не сказал, что она неправильная, да? Но она точно не моя. Нет, ну что касается партии «Яблоко», то эта партия, на мой взгляд, полностью себя дискредитировала. И лично для меня позиция некоторых ее руководителей, то, что они говорят в публичной сфере, вещь чрезвычайно болезненная, потому что с некоторыми из этих людей я раньше находился в близких, порой даже иногда в дружеских отношениях. То, что сейчас озвучивается с разных трибун на разных медийных площадках про необходимость прекращения кровопролития, остановки огня, перемирия и так далее. Вот этот вот абстрактный пацифизм – это чудовищная штука. Я согласен с тобой, я согласен с тобой абсолютно. Мне кажется, что то, чего они требуют, идет к значительно большему кровопролитию. Мне так кажется. Почему они это требуют, говорят, я не знаю. Есть разные гипотезы, но я не хочу в них вдаваться. Но просто… Алло, ты меня видишь? Да, прекрасно. Да? Замечательно, у меня все исчезло почему-то. Значит, но просто я тебе говорю, что вот эта позиция яблока тебе не нравится, и мне она тоже не нравится, да. Но я просто напомнил еще одну позицию яблок, которая для них всегда была очень важной и на которой они настаивают до сих пор. А вы сначала… сначала надо разобраться, кто что сделал в 90-е, почему вы сделали так и не так, вы должны покаяться, должны признать ошибки. Вот тогда мы с вами будем разговаривать. Ну, собственно говоря, ты занимаешь ровно эту позицию сейчас, как мне кажется. Не совсем, не совсем. Я готов признать то, что господа из яблока всегда занимали чрезвычайно неконструктивную позицию, которая вот в этой части мне была чрезвычайно не симпатична и не мила. Я имею в виду, вы сначала… давайте сначала поговорим об объединении после того, как… Давайте поговорим об объединении после того, как вы сначала покаетесь. Я напомню, что в свое время эта ситуация возникла, опять-таки, при моем непосредственном участии. Да, я прекрасно помню. Когда в студии программы «Итоги» на канале НТВ, на дворе был 95-й год, вот Егор, покойный Гайдар, что называется, ударил по рукам с Григорием Явлинским и сказал, что мы будем договариваться о том, что на выборы осенью, ну не осенью, зимой фактически, в конце этого самого 95-го года мы пойдем вместе. Да, а ты знаешь, что было после, да? Я знаю, что на следующий день уже появилось опровержение Явлинского, который в интервью в газете «Известия» сказал, что меня неправильно поняли. Да, это было замечательно, его неправильно поняла вся страна в твоем эфире. Значит, после твоего эфира они поехали к Егору на работу в институт, выпили там, обо всем договорились. Егор утром созвал политсовет, политсовет демократического выбора России, политсовет сильно не хотел соглашаться на это. Но Егор продавил это решение, Егор продавил любое решение, он был абсолютно непререкаемым авторитетом для всех нас. Ну, то есть все возражались, спорили, ругались. Вот, в конце концов, все-таки мы все согласились с Егором. Как раз, когда мы все согласились, и, по-моему, даже успели проголосовать, вошел Борис Андреевич Золотухин, который опоздал на издание «Полицая» к каким-то своим делам, и сказал, о чем тут все обсуждаются? Уже висит заявление Явлинского, что его неправильно поняли, что никакого объединения не будет. Так что все это обычная, к сожалению, история. Но не об том же речь. Я просто тебе говорю, что то, чему ты посвятил эту программу, не я. Я не собирался это обсуждать. Мне кажется, есть более интересная тема, которую мы, к сожалению, не обсудили. А то, чему ты посвятил эту программу, весь этот, так сказать, весь посыл, это ровно то, чего... Это ровно позиция партии Яблока по этому поводу. Вот ровно такая, как мне кажется. Я стою на той позиции, что иногда очень важно знать бэкграунд того или иного политика. Безусловно. И заставь Чубайса дать тебе интервью. Это будет очень интересно, мне кажется. Мне кажется, это будет очень интересно. Я бы с удовольствием послушал. Но это, как бы, я, к сожалению, в этом помочь никак не могу, поскольку не занимаюсь же организацией его публичной активности. Ну, мне кажется, что попытка не пытка, разумеется, но мне кажется, что есть вещи, о которых ему нечего сказать. Это знает только он, и когда с ним поговоришь, ты будешь иметь полное понимание. Нет, ну, Лень, уж слава богу, я, конечно, не так хорошо знаю Анатолия Борисовича, но я много раз с ним встречался, видел его в разных ситуациях, и видел, как он себя в этих ситуациях вел. И я понимаю, что захочет из любой сложной ситуации сумеет вывернуться и сказать, что на самом деле все было не так и все было по-другому. Отсюда следует из того, что я сейчас сказал, что с ним говорить вообще бессмысленно, потому что он же вывернется и скажет, что все было не так и по-другому. Тогда зачем тебе с ним разговаривать? И не с чем? Сам процесс, знаешь, как сказать. Но сам процесс... Тогда удачи. Ну и потом, я как почти что исламский радикал, люблю такие вот радикальные процедуры. Удачи. Спасибо большое за этот разговор. Я думаю, что все равно всем было очень интересно на него посмотреть. Я напомню, что сегодня в очередной раз мы разговаривали с Леонидом Гозманом, как мы это делаем, каждую вторую пятницу. Как вы видите, мы с ним иногда совсем не сходимся во взглядах на настоящее и прошлое. Но я думаю, что это, тем не менее, вам было интересно. Спасибо большое и всем, кто нас смотрел, желаю всего самого доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!